Администрация Наринмара возьмет бюджетный кредит. Сколько и на что будут направлены заемные средства? Производителям говядины в Ненецком округе субсидируют затраты. Данный вид господдержки был одобрен администрацией региона на очередном заседании. Господдержка поможет снизить цены на конечный продукт промышленной переработки и насыть рынок округа продукции из местного сырья. Кредит под 6,5% для 100% результата. Окружным предпринимателям рассказали о программе льготного кредитования, которая реализуется в регионах при поддержке правительства России. Площадкой для проведения встречи предпринимателей и сотрудников банковского сектора стал Центр развития бизнеса Ненецкого округа. В Наринмаре назвали имена победителей фестиваля «Одаренные дети Арктики». Из 2000 участников победителями и призерами стали лишь 30 человек. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Администрация Ненмара привлечет бюджетный кредит. Такое решение на внеочередной сессии одобрили депутаты горсовета. Деньги в размере 57 миллионов рублей будут направлены на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов. Кроме этого, в рамках изменений, внесенных в главный финансовый документ окружной столицы, будет увеличен объем средств на муниципальный дорожный фонд. Увеличение средств муниципального дорожного фонда на 8 миллионов 200 тысяч рублей необходимо для исполнения решений Наринмарского городского суда. Суд обязал муниципальное учреждение «Чистый город» обустроить тротуары с обеих сторон автомобильных дорог по улицам Пионерская, Калмыково, Зеленая и переулку Рыбацкий. Кроме того, в ходе сессии депутаты одобрили привлечение администрации Наринмара кредита в размере 57 миллионов рублей. С учетом принятых поправок, изменились основные параметры городского бюджета на 2018 год и на плановый период до 2020 года. В текущем году прогнозируемый объем доходов составляет 761,5 миллиона рублей, расходов на 2 миллиона больше. Дефицит городского бюджета запланирован в сумме 19,5 миллионов рублей. Источниками покрытия дефицита предлагается определить остатки средств бюджета и кредит от кредитной организации. По состоянию на 1 января сумма остатков средств на счетах администрации составляет порядка 15 миллионов рублей. В Ненецком округе вернули субсидию производителям говядины. Речь идет о субсидиях в целях частичного возмещения затрат на производство мяса крупного рогатого скота, направляемого в промышленную переработку на территорию округа. Данный вид господдержки был принят на очередном заседании администрации Ненецкого округа. По информации окружного профильного департамента, предоставление данной господдержки определено высокой себестоимостью производства мяса крупного рогатого скота на территорию округа. Средняя цена составляет 450 рублей за килограмм. В ведомстве также пояснили, что на получение субсидий могут рассчитывать сельскохозяйственные товаропроизводители региона, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Словом предоставления субсидий является наличие крупного рогатого скота у заявителя на территории округа. Мясо также должно быть произведено непосредственно заявителем. И реализация мяса в текущем году сдается организациям, осуществляющим последующую промышленную переработку. Ставка субсидий определяется постановлением в размере 150 тысяч рублей за одну тонну мяса. Финансирование данного мероприятия предусмотрено законом в каждом бюджете на 2018 год в размере 14 миллионов 475 тысяч рублей. Ненецкая агропромышленная компания планирует сдать переработку чуть более 55 тонн говядины. СПК РК Сула 30 тонн. Великовисочный животноводческий комплекс 10 тонн и СПК Харп 1,3 тонны. Господдержка поможет снизить цены на конечный продукт промышленной переработки и насытить рынок округа продукцией из местного сырья. Помимо этого, субсидии могут стимулировать производителей увеличивать поголовье крупного рогатого скота. Поселок Амдарма включили в перечень поселений региона, для которых предусмотрена субсидия на возмещение части затрат по доставке продуктов. Соответствующее поручение профильному департаменту дал глава Ненецкого округа Александр Цибульский по итогам рабочей поездки в прибрежный арктический поселок. На возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения с учетом поселка Амдарма в бюджет региона в 2018 году предусмотрено более 12 миллионов рублей. Размер субсидий рассчитывается исходя из стоимости транспортировки продуктов и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта, за исключением наземного. Как пояснили в окруженном профильном департаменте, субсидия будет предоставляться при доставке 18 видов продуктов, в их числе мясо, масло, сахар, чай, макароны, изделия, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, молоко, кефир, сметана, сыр, колбасы и сосиски, произведенные на территории Ненецкого округа, соки и кондитерские изделия. Льготное кредитование и ответственное поручительство. В Центре развития бизнеса Ненецкого округа прошла встреча участников малого и среднего бизнеса с банкирами и экспертами Фонда поддержки предпринимательства. На этот раз основной темой стало льготное кредитование по ставке 6,5%. Программа льготного кредитования в регионах реализуется при поддержке правительства России. На федеральном уровне определен перечень банков участников проекта. В Ненецком округе доступные займы бизнесу готовы предложить Сбербанк и ВТБ. Кредиты по 6,5% предоставляются предпринимателям, работающим в приоритетных для государства отраслях, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность здравоохранения и утилизация отходов. Льготное кредитование по низкой ставке уже вызвало интерес со стороны бизнеса в НАУ. За консультацией в этом году обратилось как минимум уже два клиента. На данный момент идет, естественно, подача заявки. Тем не менее, по схеме сможем мы подать на финансирование только в мае месяце. Этого года? Этого года, да, естественно. В Центре внимания предпринимателей, принявших участие во встрече особенности программы, условия, сумма и сроки кредитования, способы получения кредита. Содействие развитию бизнеса в НАУ задача первоочередная. Но проценты по заемному финансированию порой слишком велики. Предприниматели отказываются от своих интересных задумок. Крепче стоять на ногах поможет бизнесу новация Центра развития бизнеса, а именно поручительство по кредиту перед банком. То есть, если вы предприниматель или юридическое лицо, обратились в банк за кредитом, и у вас не хватает залога, то мы предлагаем воспользоваться поручительством фонда. Поручительство воспринимается банком так же, как основное обеспечение, как имущественный залог. И может покрывать сумму кредита до 70%. То есть, не имея полного обеспечения, вы можете привлечь сумму кредита, которая вам необходима. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств заключены с Сбербанком, Московским индустриальным банком, ВТБ и Ростельхозбанком. Сроки рассмотрения заявки на поручительство не более трёх рабочих дней. Программа уже сделала первые шаги. У нас уже есть сделки, которые мы рассмотрели в прошлом году с одним из банков-партнёром. Мы поручились по трём банковским кредитам, и, соответственно, предприниматели смогли получить кредит в полном объёме, какой они хотели, несмотря на то, что залога не хватало. То есть, претенденты уже были? Да, да. Соответственно, да, в этом году эта программа продолжается. Мы готовы предоставить поручительство по банкам, с которыми мы сотрудничаем. Миссия программы – это помощь бизнесу в получении финансирования по сниженной ставке, а также развитие цивилизованного предпринимательского рынка в нашем регионе. Тимофей Жуков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Предстоящему паводку посвятили заседание комиссии администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В частности, шла речь о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, об определении границы затопления и состояния связи с населёнными пунктами округа в период весеннего половодья, а также о подготовке к прохождению пожароопасного периода. Согласно прогнозам, ледоход в Наринмаре ожидается 28 мая. По словам Веры Волек, при неблагоприятной отметке, уровни воды под подтоплением могут попасть Наринмар и все сёла, которые находятся ниже по течению реки. Исходя из оценки снегозапасов, уровни воды на чистой воде будут близкие к норме или на 30-100 сантиметров выше. Но также будут влиять, если будет потепление, таяние снега, то уровни воды будут выше. У нас на Наринмаре ожидается до 6 метров при заторе. Но это обычное явление у нас. И как бы учитывается, что будет до 6. Средний многолетний уровень воды у нас 538. До 2019 года в Росводресурсы должны быть направлены на утверждение предложения об установлении границ зон затопления, подтопления и карт объектов землеустройства по 11 населённым пунктам округа. В конце прошлого года границы зон подтопления и затопления были установлены в посёлке Красное. На этот год у нас предусмотрена ВИСКО. Сейчас выходим на майскую сеть Оксина и Лабужская. И за счёт экономии мы планируем ещё сделать ангел. Также на заседании обсудили готовность региональной и муниципальной системы повещения и информирования населения при угрозе или возникновении ЧАЭС. По словам начальника управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО Евгения Макарова, одна из системы повещения находится в неисправном состоянии. С 30 марта в соответствии с вашим распоряжением была проведена комплексная проверка. Проверка установлена, что система «Аксион» находится в неисправном состоянии, отсутствует канал связи. В настоящее время также идёт исполнение государственного контракта по модернизации этой системы с нарушением сроков. К комиссии был сделан вывод, что система «Аксион» не готова к применению по наличию. Как выяснилось, система «Аксион» не работает уже больше года. И на то есть причины. У нас здесь две проблемы. Да, то, что при переносе пункта управления основного пришлось отказаться от радиоканалов. Это первое. Ну и второе – это тот контракт, который заключён по модернизации на сегодня, который не выполнен. Сегодня идёт претензионная работа, но и одновременно планируем. Ну, я думаю, до конца апреля при выделении средств на сессии, то есть объявить повторный контракт, я думаю, до полутора-двух месяцев закрыть вопрос. Глава региона Александр Цибульский поручил ответственным лицам заняться решением этого вопроса незамедлительно. Ирина Нижалова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Акцент на профилактику онкологических заболеваний. В Ненецком округе завершился цикл мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья. В рамках акции все желающие могли пройти первичный онкологический осмотр и сдать кровь на онкомаркеры, принять участие в открытом лектории, где слушателям рассказали о профилактике онкозаболеваний, получить ответы на интересующие вопросы можно было и по телефону горячей линии. Завершающим мероприятием «Неделя и здоровья» стала конференция. Участие в ней приняли более 50 врачей и старших медицинских сестер. Научно-практическая конференция о совершенствовании профилактики ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний прошла в Наринмаре впервые. О ее актуальности говорят цифры. По данным медицинской статистики, на конец 2017 года онкозаболеваниями страдали 728 жителей НАО. В течение года на учет встали 114 новых пациентов-онколога. Достаточно большое количество людей имеет эти факторы риска. Даже не один, а целый комплекс сочетания этих факторов риска. Поэтому вот как раз таки эта ситуация в целом и способствует развитию тому, что онкозаболеваний становится все больше. В Ненецком округе в основном распространены раговые заболевания желудочно-кишечного тракта, легких и груди. Как отмечают врачи, основными причинами заболевания становятся нерациональное питание и вредные привычки – алкоголь и курение. Это нерациональное питание. Если посмотреть, что мы сегодня едим, мы используем готовую пищу, пищу фастфуда, вредные продукты, которые как раз таки содержат различные канцерогенные вещества, трансжиры. Это значит однотипное питание. То есть когда ассортимент продуктов, он очень маленький, например, только мясо, хлеб, каша и все. То есть питание должно быть разнообразное. В числе причин позднего выявления болезни – нежелание проходить профилактические осмотры. В частности, второй, более детальный этап диспансеризации, а также позднее обращение за медицинской помощью. Повысить информированность жителей России на возможности и путях снижения онкологической заболеваемости и смертности, создать условия для уменьшения влияния лиц, пользующихся неосведомленностью населения, являющейся причиной гибели тысяч людей. Сократить количество отказов онкологических больных от лечения. Это я почему выделил черным цветом, потому что это на нашем уровне. Пациенты не знают. Для них рак – это, в общем-то, уже приговор. И если мы не скажем им, что это необходимо, и на сегодняшний день медицина шагнула далеко вперёд, всё зависит от стадии заболевания, гистологии, различных способов лечения методов. Все участники конференции получили не только сертификаты, но и новые знания. Материалы с конференции будут размещены на сайте больницы, для того, чтобы медработники отдалённых сёл могли ознакомиться с докладами своих коллег. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. Победители и призёры регионального чемпионата «Уоллскилс Раша» представят Ненецкий округ на отборочных этапах, которые позволят молодым профессионалам пройти на Всероссийский чемпионат. Отборочные состязания пройдут в апреле-мая. Ненецкий округ представит шесть студентов, которые в марте стали победителями и призёрами второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках движения «Уоллскилс Раша» по пяти компетенциям. Традиционно отборочные этапы по направлениям проходят в различных регионах. Первыми на отборочных состязаниях округ представят окружные призёры в компетенции предпринимательства Валерия Горбачёва и Алина Семко. Вместе с наставником Ольгой Чернятьевой они отправятся в Ярославль 23 апреля. Со 2 и по 5 мая в Самарской области пройдут отборочные испытания компетенции физической культуры и спорт. В них за право попадания в национальный чемпионат «Уоллскилс-2018» поборется студент Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Иван Белугин. В середине мая отбор на национальный чемпионат будут проходить окружные победители по направлениям ветеринария, медицинский социальный уход и поварское дело. Будущий ветеринар Мария Королёва отправится на отборочный этап в Новгородскую область. Медик Анжела Кучина в Тюмень, повар Сабрина Панькова в Чувашию. Поездка молодых профессионалов и их наставников финансируется за счёт окружного бюджета. В Ненецком округе чествовали одарённых детей, победители интеллектуальных конкурсов, региональных и всероссийских олимпиад школьников и студентов, а также их наставников. Во Дворце культуры Арктика прошла торжественная церемония награждения участников второго фестиваля «Одарённые дети Арктики». Участие в нём приняли более 2000 школьников и студентов. За время проведения фестиваля состоялось 21 мероприятие. В результате выявлено более 30 одарённых детей. Среди сидящих в зале победители региональных этапов олимпиад и конкурсов. Спортсмены, литераторы, краеведы. Одиннадцатиклассник Вадим Зубанков – победитель олимпиады по технологии. Один из 30 лучших детей округа. Парень уверен в правильности поговорки – учёба и труд всё перетрут. Нужна большая усидчивость и стремление. Можно бросить просто всё на полпути и ничего не добиться. Впрочем, Вадим признался – половина успеха по праву принадлежит педагогу-наставнику. Ведь именно благодаря его мудрым советам он добился победы. «Просто я более ответственно стараюсь относиться к своей работе и выставлять цели перед собой и достригать этих целей. И также вставить конкретные цели перед учеником, что он должен добиться. И стараемся вместе добиться этих целей». Научно-исследовательские и творческие конкурсы, лекции, тренинги. Фестиваль «Одарённые дети Арктики» стартовал в регионе 8 февраля. Он проводится во второй раз с целью популяризации пропаганды науки, научных знаний, достижения науки и техники, выявления, сопровождения, поддержки одарённых детей и подростков Ненецкого округа. «Вообще все, кто находится в зале, они все одарённые и талантливые. Вообще, в принципе, любой ребёнок, он в чём-то талантлив. И задача педагога – раскрыть этот талант, определить в ту область, в которой он является одарённым». Имена всех победителей в этом году пополнит региональный банк одарённых детей. Его актуализация продлится до начала нового учебного года. «Безусловно, это один из таких бонусов для поступления в высшее учебное заведение, потому что при поступлении в высшее учебное заведение от них также требуется портфолио. И с данными грамотами, дипломами ребята могут попасть и получить дополнительные баллы при поступлении». По данным профильного департамента в банке одарённых детей Ненецкого округа сейчас числятся 180 его юных жителей, в том числе 106 в Наринмаре и 74 в окружных сёлах. При этом интеллектуальную одарённость показал 121 школьник, творческую 46, спортивную 10. Такова была информационная картина к этому часу. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе событий.